здравствуйте дорогие зрители моего канала зрители посетители зрители смотрители и зрители практически соавторы моего канала потому что то что я снимаю может быть не очень интересно а вот комментарии которые пишут под моими роликами советую тем кто их не читает почитать очень интересно это практически продолжение моих роликов так что спасибо моим соавтором наших взглядов на жизнь английской дамы сегодня предлагаю посмотреть ролик немножко по-другому посмотреть где она врет где на правду говорит и где на по-русски говоря просто выёживается первое что нам натика представила это похермахер на дому вот она ролик назвала что это пригодится ей в деревне конечно очень пригодится стричь баранов вы что думаете она заканчивала какие-то курсы похермахеров нет она ходила и училась стричь овец значит для нее что овцы что дети равно одно и то же вот на это она и делает упор в деревне пригодится ей эти навыки стричь овец одеть ее безропотные овцы когда миша и и ходил долгое время не стрижены я то думала что она экономит на парикмахере и не водит ее его к цирюльнику а оказывается она их стрижет сама и сколько же времени ей понадобилось чтобы все-таки подстричь мальчонку и он не был похож на девчонку вы посмотрите когда она ему завязала хвостик на там редиску из него сделала если человек случайно попадет на этот кадр то он совершенно не поймет кого стригут мальчика или девочку вот делаем вывод что надька бдит чтобы ее дети но вот это вот радужное настроение как бы не свалили а сама мальчика довела практически до девочки вот такая на мать вот так она блюдет своих детей и тут же где она стрижет своих детей она показала нам 360 градусов в обороте и мы увидели всю ее прическу практически если сравнить вот с этим филином и ее прическу как говорится найдите три отличия ну и видимо в перерыв она посмотрела что она там снимала пока у нее там заряжалась это подстригательная машинка она решила прикрыть свое безобразие на голове шапочкой который мы с вами все называем чипчиком и тут же она нам сообщает что она разместила там какой-то ролик только-только разместила а там уже 2 и 8 лайков вот знаете я не поленилась посмотрела в последних роликах такого количества лайков нет она видимо перепутала просмотры с лайками и удивляется говорит что вот наверное накручивает вот мне например все равно там ей накручивает не накручивает но но ведь врет ты докажи что где у тебя там две целых и восемь десятых лайков нет такого врет как всегда врет дальше врать натика нам продолжает конечно она художник еще тут давайте разберемся говорит я купила агаше краски но я думаю сейчас она нам покажет что рисует агаше этими красками она берет и начинает сама рисовать на лице агаше картинки ну опять врет так то значит кому купила краски то для агаше или чтоб самой заняться этим вот моментом как он там называется сейчас посмотрю называется фэйс арт фэйс арт то есть фэйс арт вот такой вот фэйс арт нам надька представила так значит она будет сама практиковаться просто на девочкином лице но что нас порадовала она какую-то там жуткую прическу сообразила и заплела эту свою агашу который вечно лохматая ходит в косички я честно говоря удивилась ходит ребенок дома она ее значит косички наплела оказывается она собралась в свой любимый магазин то есть в икее видимо это заведение не для нормальных людей потому что они там все валяются под одеялами и что они там делают под одеялами вопрос остается открытым в этот раз я поняла почему надька шарахается в этот в это заведение у нее нет обычая приглашать людей в гости и ее видимо с юаралой тоже в гости не приглашают поэтому они встречаются на нейтральной стороне где их еще и бесплатно напаивают каким-то там напитком это у них такое развлечение вот у нас по вечерам люди ходят в театр в кафе а надька ходит в магазин в магазин магазин короче икея это странное заведение делаем мы из этого вывод а почему она странная иностранная потому что одни говорят от нас она ушло ну и и хорошо потому что там появляются дамы в таких чипцах чипец делу не венец это еще не конец образ должен быть закончена образ должен быть закончена и мы ждем следующее представление деревянных башмаков если не будет деревянных башмаков то и твой чипчик не засчитывается и даже то безобразие которое ты натянул на свое платье тоже зачет не принимается образ вот мы говорили что если надька пройдет по городу в таком наряде то все и удивятся но постольку поскольку мы сделали вывод что в икею икея посещает много ненормальных людей то видимо на натику никто там особо внимания не обратил ну и что подумают ну актриса вышла из погорелого театра забыла переодеться и все и всем плевать кто в чем ходит кто во что нарядился ну и даже если следующий раз надька оденет панталоны поверх платья я так думаю в этой наглей тоже никто не удивится ну и теперь детки в клетке вот смотрите когда натика притащила клетку птичью в дом она загнала туда свою собаку в клетку и лёша сознанием выполненного долга возит свою сеструху в этой клетке возит ее в этой клетке сверху нахлобучив какую-то опять же коробку делаем отсюда вывод что и девочки там комфортно и там хорошо она всю жизнь живет в каких-то коробочках каких-то клеточках в ограничение какая-то девочка мышка мышка в норке в деревне тоже пригодится там видимо и норы полно и мышек полно так что весь ролик он посвящен тому что в деревне теперь еще кастрюлю на башке или что она там на себе отдела магазине это очень интересно вы думаете это просто так нет не просто так вот когда начинались события в нашей с соседней стране там тоже одевали кастрюли и выходили там ходили короче на площадь аннатька как мы знаем она выходец из этой страны можем расценивать как поддержку это можно сказать ее вклад в общее дело а а вы те кто ее с нашей россии поддерживает вы посмотрите она же из этих из кастрюль головах как вы можете свои гроши ей отдавать вон посмотрите что происходит неужели вам не стыдно поддерживать вот таких кастрюль головах женщин ну на этом я свое повествование про пахермахера из сумасшедшего дома заканчиваю что уж она нам показала об этом я и рассказала и вы всем за просмотры за комментарии когда надька еще оборзеет и что нибудь нам покажет мы еще с вами поговорим на эту тему а а а а а а а а и Субтитры создавал DimaTorzok